Добрый день! Сегодня мы рассмотрим серебряные монеты СССР образца 1924 года. Монеты, выпущенные в обращение в конце февраля 1924 года, вызывают интересный нумизматов не только разнообразия интересных и редких вариантов штемпелей и гуртовых надписей. По мнению многих коллекционеров, дизайн советских монет образца 1924 года является одним из самых ярких с художественной точки зрения. Эти монеты по своему исполнению больше похожи на медали, чем на денежные знаки. Мы рассмотрим один полтинник, то есть монету 50 копеек образца 1924 года. В центре композиции мы видим фигуру кузнеца. Прообразом этого изображения послужила ранняя работа русского медальера Антона Федоровича Васитинского. В 1888 году создал медаль «Геркулес. Убивающий трехглавых гидр». «Геркулес. Убивающий трехглавых гидр». Выс婚оф фигуру кузнецов. Т Центральный «Геркулес». В 1924 году были выпущены серебряные монеты, на которых вместо надписи РСФСР появилась надпись СССР. Полтинник выполнен из серебра 920 пробы, он также обладает весьма интересным гуртом, помимо упоминания о том, что в монете содержится 9 граммов чистого серебра, на нем есть не расшифрованные просто так буквы, у одних монет это P.L. у других T.R. давайте мы посмотрим. Вот эти буковки P.L. на втором полтиннице. P.L. на втором Т.R. Дело в том, что монетные дворы эссер не справлялись с выпуском новых монет, несмотря на то, что с размерами и формами было решено не экспериментировать. Пришлось часть монет чеканить за границей. Буквки P.L. это сокращение от имени и фамилии Петр Латышев, который был на тот момент начальником монетного двора в Ленинграде. Буквка P.L. это сокращение от Томас Рос, который в свою очередь завидовал чеканкой монет в Лондоне. Продолжение следует... Также отличия кроме гурта можно на монетах находить и в виде изображения планеты Земля, также в количестве лучей Солнца. Некоторые полтинники могут содержать на себе упоминания не только о массе в золотниках, но и о массе в граммах. Также есть отличия в изображении самого молотобойца. Фигура может быть худой или у молота будет слишком толстая ручка. Складки фартука могут лежать не так как на обычном полтиннике. Наковальня или голова рабочего может иметь измененную форму. Сегодня мы посмотрели монеты 50 копеек. СССР образца 1924 года, чеканины на заводах Ленинграда и Лондона. За класс репост огромное спасибо. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok